Я был просто самым лучшим в стране на тот момент. Я стал миллионером по факту тогда. Я собрал ребят гримерки, этими стами долларов всех помазал. То есть меня втянули в авантюру. Там люди плакали, угрожали. Это часть огромной машины по промывке мозгов. Я не знаю, что с этой пердой делается все. Хи-хи-ха-ха не считается. Вечерний квартал. В каждом городе, куда мы заходили, они заходили за нами. Денег нет в стране нормальных, чтобы заниматься юмором. И там падала ваза. Максим, давайте напомним зрителям вашу краткую биографию. Вы переводчик с английского и арабского. Имеете степень MBA. Играли в КВН. Работали на телевидении. Возглавляли украинский комедий-клаб. Работали в игровом бизнесе. Месяц жили в витрине магазина. Управляли киевским ВДНХ. Сейчас руководите инновационным городком Юнит-Сити. Это 30% карьеры. Когда вы последний раз говорили на арабском? В 2000-м, наверное. Это при каких обстоятельствах было? Какой-то экзамен был, по-моему. Это такой язык. Если вы его не используете, вы его забываете. С арабским это вообще мгновенно происходит. Я до сих пор могу что-то прочесть. Я могу что-то написать. Например, своё имя, фамилию напишу. Но это не язык будущего, да, короче? Арабский? Да. Знаете, я читал аналитику очень интересную про языки. И все сейчас соревнулись учить китайский. Ну, это же язык будущего, да, то есть всё и так далее, да. И вот лингвисты и люди знающие говорят, что если вы учите китайский, вы всегда будете выглядеть идиотом в глазах китайцев, потому что вы никогда его не выучите. Никогда. Только если вы ребёнок и вы в Китае живёте, возможно, вы что-то сможете приобрести. Такая сложная фонетика, произношение и столько много нюансов, что вы никогда его не будете знать идеально. Китайцы говорят по-английски, у них всё хорошо. Поэтому нет смысла начинать учить то, что вы учите, невозможно. Но если вы хотите быть успешным, продвинутым и говорить на языке будущего, то как вы думаете, какой он? Кроме английского. У меня был на втором месте арабский. Французский. Французский? Да. Дело в том, что Африка будет следующим тигром после Китая и Индии. Экономическим тигром. Где 800 миллионов человек будут говорить по-французски. То есть он понятен европейцу, хоть как-то. Всё остальное – no way. Вы были генеральным продюсером Камеди Клаба Украины. Я был собственник генеральным продюсером. Да. Этот проект был запущен в очень сжатые и по тем, и по сегодняшним временам для телевидения и для этого формата сроки. А решение о создании этого предприятия и проекта, насколько я знаю, принималось ещё быстрее, за пару дней. За день. И этот проект так же быстро, наверное, по масштабам телевидения закрылся. Ну, во всяком случае, вы его покинули довольно быстро, меньше, чем через год. Полтора года. А давайте вспомним всю хронологию событий. Хронология следующая. Значит, я работал на крупных компаниях, таких как YUM, Cilia, Barnett и Samsung. В 2003-м же году, через две недели после старта работы на Samsung, я понял, что больше никогда не буду работать ни на кого. И понял, что надо думать про свой бизнес. Я придумал его где-то через год. Это была идея по старту игровой компании «Укргеймэкспорт». Я занимался продюсированием и развитием украинской игровой индустрии. Там моим партнёром был в самом начале Андрей Молочный, мой друг, товарищ. У него была определённая доля в этом проекте. Он геймер? Он талантливый человек, автор. Но потом начались дополнительные инвестиции наливаться в компании. Он вышел из состава учредителей. Но на базе этой компании пришла идея развивать телевизионные проекты. Разные телевизионные проекты. Его пытались хантить кварталовцы тогда. И он пришёл, говорит, Максим, вот меня хантят, они занимаются телевидением, давай мы тоже будем заниматься телевидением. Я сразу подумал, что развивать свой бренд это очень долго, утомительно всегда, чтобы быть сильным и мощным. Я придумал, что надо стартовать с Comedy Club. Тем более я там всех знал. Мы были каменщиками, это такая очень закрытая каста, как ВДВ, знаешь. Служил, знаешь, вот если и служил, то ты красавчик. Юморил там. Да, именно профессионально. То есть хихиха-ха не считается. За моими плечами было чемпионство Киева в 98-й год. Вице-чемпионство Слобожанской лиги, это такая вторая по мощности в Украине, где первое место занял легендарный Пятигорт Кесения Слепаков. А я просрал капитанский конкурс и занял второе место серебро. Вы просрали Слепакова? Был Слепаков не капитаном, там был другой капитан. Он был такой на вторых и третьих ролях. Там был другой капитан, я ему просрал, да. Ну, этой команде, Пятигорскому просрали, да, будем же считать. Мы играли весь сезон, и вот в финале просрали. Во втором году мы чемпионами там стали, в третьем году стали чемпионами, а в пятом году стали чемпионами Украинами Высшей Украинской Лиги КВН. Это вторая была по значимости во всем СНГ. И вот я начал думать, как это все выстроить, так как я всех знал. Через день я уже говорил с Мартиросяном, по телефону обсуждал детали. Он сказал, да-да, я вас знаю, там, это же была карифанская схема. Через два дня я туда прилетел. То есть вы там еще не были так близко знакомы с ним, да? Я знал всех. Мартиросяна, мы ручкались. Ручкались, но мы не плотно общались с ним. Мы начали общаться, я бы говорил, с Дженни Бекяном Артуром. Он говорит, да-да, мы общались, я тебя знаю, я вас знаю. Ко мне приезжал Квартал, ко мне приезжал там еще кто-то. Как-то мы не договорились. Квартал хотел купить франшизу Comedy Club? Да, хотел за меня заниматься Comedy Club. Он говорит, они занимаются своим Кварталом, мне неинтересно. Давайте вы будете. Я говорю, да, у меня вот команда есть, у меня есть ребята. Потенциально можем что-то сделать. Вот такие это обязательства. А у вас отношения с Кварталом не испортились после этого? Слушайте, мы всегда были конкурентами. Не могу сказать, что были всегда идеальные, но мы уважительно к другу относились. С Вовой с удовольствием здороваемся, общаемся, все хорошо. Ну, сейчас понятно, а тогда какие были отношения? Ну, конкуренты, они пытались повторять все то, что мы делали мы. Они? Да, все, полностью. Был слепок. Сотрудно, что они начали делать клубные вечеринки под названием «Вечерний квартал». В каждом городе, куда мы заходили, они заходили за нами. В апреле мы сделали очень крутой пилот, я собрал всех-всех-всех-всех. То есть вы еще ничего там не подписали с Мартиросяном и Артуром? У нас, во-первых, с Мартиросяном ничего не было, он тогда не был собственником. Тогда был собственником Дженбекян, Саркисян и Гаспарян. То есть вы не знаете двух. Саркисян – это первый ведущий? Это Таш был, да. Гаспарян – это просто талантливый продюсер, а Дженбекян – это один из первых директоров «Новых Армян» был. Вот мы в феврале начали говорить, в апреле я сделал первый пилот, приехал, показал диск, собрал туда всех. Дядя Жору, Молочного, Лирника, Игоря Коваленко из Крыма, Пидана, Притулу. Всех-всех-всех-всех. Такая нарезка была очень интересная. По ходу, когда мы ездили, общались, мы поняли, что у нас некому заменить волю Пашу. Все есть, а воли нет. И Лирник в вагоне ресторана говорит, Бахмантов, а ты же когда-то хорошо играл в разминку. У меня всегда получалось вытягивать команду за уши в разминке. И он говорит, давай ты будешь играть, чуваки, я уже типа 5 лет не вхожу на сцену. Он говорит, последний раз в 2000 году. Он говорит, да, все правильно, мы там тебя подтянем, напишем тебе что-то. А, это они писали для вас эти панчи? Предложили, что они будут писать. По факту они там сделали первую итерацию, а потом мне пришлось самому все это делать, собирать, потому что никого не было времени, естественно. То есть меня втянули в авантюру, мне пришлось управлять, совладеть, инвестировать, еще ходить на сцену. Ну, то есть вы были больше менеджером, чем творцом тогда, да? Я так и планировал всегда. То есть я только вижу, что у меня сильнее люди, чем я, умнее. Пусть идут, работают. Ну, это же прекрасно. Ну, это же немножко сказывалось на качестве, мне кажется. А вариантов не было. Никто не захотел идти, особенно в самом начале, особенно когда у тебя в конце выступают московские коллеги. Мартирос, Батурдинов. Харламов. Да, ну, то есть это уровень, и ты должен навсратыся. Мало того, ты открываешь это все. Украинский камеди, планка, билеты по 150 долларов. Самые дорогие билеты в СНГ были у нас, дороже, чем в Москве. Как на это реагировали московские партнеры? Ели. Потому что те выторги, те доходы, те урентабельность, которые мы показали, мы так договорились, что москвичи инвестируют 34 тысячи долларов. Я со своей стороны инвестировал в компанию, офис, техника, все эти вещи. Москвичи не потратили ни копейки ни в офис, ни в технику, ни в организацию процесса. А за год мы обернули почти 2,5 миллиона долларов. Возврат инвестиций сумасшедший. В августе мы уже не были другу должны, под деньгам ничего. В августе были возвращены к следующему году. Нет, этого же года, через 2 месяца. То есть в апреле мы сделали пилот, потом мы стартовали несколько вечеринок по формуле вечера экспериментального юмора. И нам заплатили первый гонорар 100 долларов. Я собрал ребят гримерки, этими 100 долларов всех помазал, сказал, ребята, сейчас все пойдет, знаете, как петрушку на рынке делают. Пришла случайно Надя Мейхер, стала нашим талисманом. На первую вечеринку она пришла. Она тоже помазанная была, да? Да, она пришла выпить, отдохнуть. Выпила, отдохнула. И заодно стала нашим талисманом. Прекрасная женщина. А звезды платили за вход? Мне предлагали деньги за вход, за лояльность, за то, чтобы нихую сосить. Да, лояльность. Вы там и так особо никого не опускаете. Это вам так кажется. Там люди плакали, угрожали. Да, охрана. Даже безобидных, в общем-то, шуток. Ну, вам кажется, что безобидно. Ну, когда там ты говоришь человеку, например, Владе Литовченко, говоришь о том, что с нами сегодня Влада Литовченко, которая стала мисс Украина еще в прошлом тысячелетии. Это же не обидно для женщины, естественно, подчеркнуть ее возраст тем, что она в прошлом тысячелетии стала мисс Украина. Затянулась бурой киной и оперлась об фасад, и была мисс Украина 300 лет тому назад. То есть, конечно, это не обижает. Я не говорю, что я был самым жестким, агрессивным и так далее. Я был просто самым лучшим в стране на тот момент. Если сравнить с Павлом Волей и с его авторской группой и подходом к режиссуре, там было все лучше. Но я присутствовал на записи, я видел гробовую тишину, которая там была. Просто из 50 минут нарезались удачные моменты. Сколько денег вам предлагали за то, чтобы попасть в качестве гостя, звезды и за какое-то специальное отношение? Там тысячи, две, три доллара. Всего лишь? Да, немного. Немного. Играмедиклап Украина на чем зарабатывал? На всем. Вы же потом даже, по-моему, мороженое выпускали. Вы же все знаете, да. Вы же готовились, я вижу, к встрече. Камеди в гламуре и Камеди в шоколаде. Это было два сорта мороженого, которое было продано по-моему, 40 тысяч. Ну ладно, на мороженом, думаю, там много не заработаешь. 40 тысяч долларов. Реклама, спонсоры, билеты, что-то еще. Регулярные вечеринки, спонсоры, съемка. За съемку мы зарабатывали тоже. Корпоративы. Спецмероприятия. Суббрендирование, продажа брендированной продукции. В тот год Россия вся обернула, по-моему, то ли 6, то ли 7 миллионов долларов. Мы обернули 2,5. А они к тому моменту уже больше года были в телевизоре, да? Больше двух. Больше двух. Но другое дело, что они стартовали на тот момент. 6, 7 кнопка, это было ТНТ, а мы на первое стартовали на Интере сразу же. Разница большая. Хорошо, через год вы решили разойтись. Да, у нас начались определенные прения корпоративные. Это связано как-то с тем, что российскую сторону не удовлетворяло качество того, что происходит? Нет, было связано с тем, что российская сторона начала капитализироваться и готовиться к покупке Газпромом, да. И активы в Украине были не нужны? Там появились специально обычные люди, которые начали вычесывать все, что только можно. А тут формально получилось, у партнера 30% было у меня. И это довольно много для Газпрома было, видимо. И началась очень агрессивная такая прокачка. Давай, 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 найдем что-то на тебя, наташим, давай, давай, давай. И что нашли? В том же деле, что ничего не нашли. Но началась возня партнерская, стандартная, всеукраинская. А так как все мои партнеры были моими друзьями, я ни с кем ничего не подписал. Это же друзья, как я могу с Молочным что-то подписать или с Лирником? А с московской стороной подписывали? Ничего не было подписано. И потом, когда начались прения, я сказал, что я готов воспринимать любые прения после аудиторской оценки. А вы с кем тогда общались? С Жень Бекяном. Мы договорились, что я спокойно выхожу из проекта, он мне выплачивает мою долю и никаких проблем не будет. Компания была оценена Эрнстен Янгом в полтора миллиона долларов. Один в 560, да. Да, то есть вы получили где-то 450 с чем-то. 500 с чем-то должен был получить. Должен был? Должен был, я ничего не получил. Как? Так. Это был кидок со стороны Артура? Ну, получается, что вопрос до сих пор не закрыт. Мы договорились с ним, что как только произойдет оценка, мне выплатят долю, все произойдет. Потом одно, второе, третье. Потом что-то произошло, потом забыл, потом не выплатил. Забыл 450 тысяч выплатил. 520, да. А потом компания сдулась. Потом я вышел из проекта. Оказалось, что этот проект требует определенного ухода, определенного внимания, определенной аналитики, которой у других менеджеров не было. Компания развалилась. Хотя на тот момент, если бы мы не развалились, мы бы стоили не меньше, чем квартал, который был оценен приблизительно в 50 миллионов долларов. А как можно было простить полмиллиона? Ну, простите, я не простил, во-первых. Я это помню, я об этом говорю открыто. У меня есть оценка Эрстаньянка, больше от компании ничего не осталось. У меня есть понятильное слово моего партнера. Последнее, на чем мы закончили с ним, о том, что якобы я, Максим Бахматов, коррумпировал Эрстаньянк Украина, и они в сговоре со мной сделали такую высокую оценку бизнеса. В связи с чем были такие... Ну, говорю, дай денег. Он говорит, Таня, прекрати, что там уже было? Я говорю, чувак, вот полтора миллиона. Сейчас, да, ничего нет, но было. Ну, да, было, сейчас нет. То есть надо было все решать прямо тогда? Да, конечно. Ну, давайте так, надо было все подписывать. Я сейчас об этом говорю, чтобы я тогда себе порекомендовал 10 или минус 10 лет. Это там больше слушать сердце, двигаться только вперед, и все договоренности письменно. То есть у меня была письменная договоренность и про старт, и про выход, и про все другие условия. Все было бы красиво. Сейчас все мои договоренности письменно. Вы с кем-то общаетесь из ребят, из резидентов и владельцев Comedy Club в России? Недавно общался с Молочным. Молочный здесь, по-моему, находится, в Украине? Да. А Лирник там работает? Нет, все тут. Уже все тут, там никто никому не нужен. Они вместе работают? По-моему, уже нет. Но я, опять же, не особо слежу, знаю так по каким-то отголоскам, что немного надоели друг другу. Я знаю, что талант должен быть в рамке. Если талант без рамки, он расплескивается по поверхности, и из него ничего не получается. Если талант в рамке, он растет вверх. У ребят сейчас нет рамки. Я очень редко выступал, в гастроли вообще не ездил. На корпоративе очень редко выступал. У меня был очень высокий прайс, по-моему, 5000 евро. Плюс я специфический ведущий, очень такой, у меня плохая дикция, как вы слышите. Я не очень уважительно могу относиться к заказчикам. И как бы не все любили этот мазохизм. Ты платишь 5000 евро, он тебя еще может отпердолить. У вас бита еще была такая большая? Да, бита была большая. Есть еще где-то? Да, конечно, она реально позолоченная. Мы были настолько охуевшие, что я попросил нашего админа Виктора Бычковского отдать ее на гальванику. Ее отгальванировали и потом позолотили. Реально. Это были первые большие деньги в вашей жизни? Да, это были большие деньги. Я стал миллионером, по факту, тогда. А сейчас миллионер вы? В активах, да. По факту, нет. Сейчас, по сути, Квартал является монополистом рынка юмора. В этой стране? В Украине. Есть ли сейчас смысл вообще заниматься? Денег нет. Сколько? Денег нет в стране нормальных, чтобы заниматься юмором. Сколько нужно, чтобы запустить такого же уровня качества, как у Квартала или лучший проект сейчас в Украине? Смотрите, стоимость часа производства так низка на сегодняшний день, что качественный проект довольно нелегко сделать. Плюс покупательная способность населения резко упала. Плюс резко упали спонсорские проекты, проявления и тому подобное. Примерно все упало в 10 раз с 2008 года. Рынок был там, например, 5 миллиардов. Сейчас рынок, например, 700 миллионов, например, рекламный. Ну, я могу ошибаться, но приблизительно. Поделите это все на все каналы. Вспомните о том, что они все убыточные, за редким исключением. И поймете, что качественного контента произвести на территории Украины сейчас очень нелегко. Ну, сколько нужно? Вот если бы вы вдруг начали делать телевизионный, юмористический, например, проект, развлекательный проект, назовем так, сначала у вас какая цифра бы появилась в голове? Сколько мне надо привлечь? Если бы я мог продавать контент по 50 тысяч долларов за 25 минут, 4 раза в месяц, то можно начинать говорить о чем-то. Это неплохой был бы продукт. И сколько сначала нужно? На сколько таких? Нет, мне денег. Платят сейчас 5-7 тысяч за 25 максимум. А YouTube? Я не знаю экономики. Я знаю, что вот один из моих проектов, Петя Бампер, он набирает по полмиллиона просмотров, насколько я знаю, на своем YouTube-канале. Я приблизительно знаю экономику, но она не фантастическая. ТНТ запустил в прошлом году свой проект на YouTube, который называется Big Russian Boss Show. Смотрели его? Нет. Я отлично их понимаю. Они теряют молодежную аудиторию телевизионную. Им надо где-то искать свою молодежь, чтобы продолжать на нее влиять. Плюс там можно материться. Да. Плюс надо на нее влиять. Мы должны понимать, что это государственный канал. Это часть огромной машины по промывке мозгов. Это прекрасно. Пропаганда работает везде, даже на таком прекрасном молодежном канале, как ТНТ. Другое дело, что ТНТ уже минус 10 лет. Получается, поколение прошло. И нынешнее поколение, которому сейчас 13-15, не смотрит ко мне клав. Им уже неинтересно. Им надо что-то делать в ВКонтакте, в YouTube, еще где-то. Это может быть другой контент. Именно поэтому сейчас вот эта вся штука, она давит. А это не телевидение. Это телевидению обидно, поэтому телевидение идет туда. Не было у вас идей проектов подобных в интернете, в YouTube? Какие-то идеи есть, надо заниматься же всем этим. Кто-то должен этим заниматься, делать контент. Качественный контент всегда будет смотреть. У вас сейчас юнит является основным, да? У меня сейчас три основных проекта. Юнит-сити как девелоперский и инновационный. Радар-тек как корпоративный акселератор, как моя инвестиция в развитие инноваций в этой стране. И супермэр как общественно-коммерческий, как развитие муниципального консалтинга и менеджмента для интересных городов. Давайте для тех, кто не всем понимает, муниципальный консалтинг это что? Это посоветовать как красить там зебры и какие мусорники выставлять? С этим уже справляются, к счастью. Уже, да? Да. А вот как, например, развивать территории типа ВДНГ, как строить инновационные центры, как развивать культуру за три копейки, как развивать спорт, чтобы им занималось более чем 1% населения в городе, как строить парки интересные, чтобы там были люди круглогодичные. Вот это не все знают. Я тоже не могу сказать, что я очень разбираюсь в этом, но больше, чем те мэры, которые там есть. Плюс я могу накопить знания экспертов и навалиться на этого мэра и дать ему счастье. Можете пример проекта, который вы сделали для какого-то города? Год мы работаем уже с Мариуполем. Мы для них сделали стратегию развития города 18-22, мы сделали стратегию развития спорта 18-22, стратегию развития культуры 18-22. К этому всему мы сделали шапку в виде коммуникационной стратегии на 4 года, как мы рассказываем про Мариуполь, что мы при нем рассказываем, как мы двигаем и так далее. Плюс мы помогли найти средства вместе с мэром Мариуполя на развитие спорта путем перерегистрации ФК Шахтер с областной регистрации в городскую и 200 миллионов гривен в год сейчас будет направляться непосредственно на развитие спорта в конкретно взятом городе. Это больше такой финансовый консалтинг, чем визуальный? То есть вы делаете не то, что, например, делает студия Лебедева в Москве или для других городов, там визуальный брендинг, мы конкретно делаем работу. Бизнес-план для города? Бизнес-план с экзекьюшеном. То есть мы не просто даем вот вам документ и ебись, дизайн вы делаете? Дизайн мы делаем, конечно, но это, опять же, не основное. То есть сейчас я знаю один город, которому делает дизайн одно очень крупное, самое именитое агентство в Украине, и они знают, что с этой пердой делается все. Он говорит, нам сейчас передадут Боинг, дадут ключи сказать, вот вам. А что дальше? А как дальше? Куда бежать? Как продавать? Как привлекать инвесторов? Что с этой пердой все делать? Как оформлять? Непонятно. Сопровождение стоит сумасшедших денег. Это Федерик, да? Я не скажу, кто это. Кто-то из крупнейших. Кто-то из них. Ясно. Давайте про Юнит-Сити поговорим. Сейчас здесь 35 резидентов. Я так понимаю, есть прям вот отбор, да, на эту позицию? Да, конечно. У нас собирается большой комитет управляющих партнеров, эксперты в экосистеме, департамента продаж. Идет борьба за каждого. То есть там дело не в деньгах, а вообще нет. Какие проекты имеют больше шансов в ваших глазах, вот субъективная ваша оценка, попасть? Инновации, производство продукта, экспортная ориентированность, большая доля рынка, что-то такое. То есть молодым здесь как бы не место? Да, молодым есть место. Вот мы сейчас рассматривали один проект, очень интересный. Он занимается работой с писателями, размещением части их произведений в интернете, покупкой части их долей. Ну, короче, очень интересная история. Они будут резидентами ЮНСИК? Да, это очень интересный проект, да, он будет резидентом. Я вот где-то читал, что вы относитесь к бизнесу, к жизни так, что там 80% должно быть созидания, 20% потребления. Потребления. В структуре вот резидентов, скажем так, ЮНСИТи, эта история ваша внутренняя поддерживается? Конечно, это все про созидание. 95% резидентов это созидает какой-то новый продукт, новую идею, новую концепцию какую-то делают и так далее. Так и строится экосистема. То есть, если ты занимаешься перепродажей китайских концтоваров, ты мало что создаешь, скорее всего. То есть, мы будем тебе рады, сколько стоит разместить свою компанию? Вот этот офис сколько стоит снять? Если эти офисы вообще несли по большой льготе, это первое наше здание, это проба пера, и тут 35 резидентов по специальным ценам сидят. Вообще, они не рыночные. Это наша инвестиция в развитие инноваций. А сейчас такое помещение за сколько можно снять? Такое помещение будет сдаваться приблизительно с ремонтом по 25 долларов. Метр. Без ремонта по 17, по-моему. То есть, это дороже, чем по рынку, это дороже, чем за забором. Но это не космос, это такая нормальная, здоровая цена на качественный ремонт, на экологичное помещение и прочее. Как вот в таком инновационном городке на входе в кафе лежит тряпка грязная? Да, я тоже на это обратил внимание. Видимо, это инновационная тряпка. Значит, так как мы стартап являемся, мы огромный, индустриальный, строительный стартап, так или иначе. То есть нюансов моря тут еще. Тут еще пахнет, например, горелой щепой, потому что мы используем котел на щепе как бы для отопления первых зданий. Мы пока еще котель не строили, поэтому тут может в воздухе витать этот запах. Тут еще есть очень много недоработок, в том числе вот такая тряпка, которую вы видите, да, возможно. Зато вы обратили внимание, что там есть льготные цены для студентов. Это важно, это гораздо важнее, чем тряпка. Вы говорили, не помню где, что Юнит-Сити это Кремниевая долина минус 50 лет. Можно минус 100, наверное, сказать. Кремниевая долина строилась 300 лет приблизительно, прежде чем она стала той долиной, про которую все сейчас говорят, высечаются, и где Илон Маск запускает в космос свое счастье. Там перед этим было 300 лет ежедневной работы, борьбы, революции, драк, рейдерских захватов, земель и тому подобное. Это все было пройдено там. А Сколково это минус сколько лет? Сколково это абсолютно субсидируемое предприятие государством, очень интересная конструкция, но экономически неэффективная. Мы экономически эффективное предприятие, и вся Кремниевая долина экономически эффективное образование, это не предприятие. Мы предприятие. Но вы изучали опыт таких, как Сколково? Да, мы изучали, мы знаем, как у них все с одной стороны неплохо, с другой стороны странно, потому что как только ты становишься неприбыльным, как только у тебя не цели зарабатывать, ты расслабляешься, и люди начинают пилить бюджеты. А это очень захватывающе. Ну, помимо цифр и коррупции... Какие результаты вы имеете в виду? Да, вот что вам кажется вы сделали по-другому или лучше, чем в Сколково? Ну, слушайте, они этим занимаются больше 10 лет, мы этим занимаемся только полтора года, а у нас разница в ресурсах приблизительно в 20 раз, а может в 30 раз. Но мы стараемся. А какой бюджет у Сколково в год? Я могу сказать про ВДНХ, если вам интересно, параметры похожи будут, наверное. Бюджет развития ВДНХ, который меньше на 50 гектар, чем киевская ВДНХ, 4 миллиарда долларов. А у киевского? А у киевского весь бюджет, который я смог увеличить в 3 раза, он стал аж 52 миллиона гривен, то есть чуть меньше 2 миллионов евро. Бюджет ЮНИТСити, я вам скажу, на сегодняшний день инвестировано 30 миллионов долларов. Планируется 200, насколько я понимаю. Планируется 200, да. А вы лично свои деньги вкладываете в это? Я управляющий партнер, и моя инвестиция идет нематериальными активами, вот так назовем так. Это классная история. Я получаю всегда в проектах долю за счет того, что я инвестирую. Всегда? Да, всегда. То есть вы никогда не вкладывали? Я в свои проекты вкладывал, например, в Камеди Клап я вкладывал реальный актив. Хорошо. Я вот в Фейсбуке у вас, ну, во-первых, я там видел фотографию с Кличко. Это было связано с проектом Супермен? Нет, это было связано с проектом Частичка сердца, когда я собирал деньги на больных детей пороком сердца. За месяц собрал миллион шестьсот, это по тем деньгам было сто тысяч евро, мы сделали операцию тридцати двум детям за месяц. Вы месяц жили в этой витрине? Я месяц жил в витрине, да. И туда ко мне пришел Кличко на предпредпоследний день и сказал, привет, Максим, как дела? Я сказал, все хорошо, чуть-чуть поднял хайп, но это уже было в конце, уже деньги были собраны. Слушайте, ну, вы про это уже очень много говорили, поэтому я даже не буду, хотя история прикольная. Да, хорошая была такая, мой вклад в благотворительность публичный. Удобно было? Слушайте, ты об этом не думаешь, когда ты в потоке находишься в жаре в такой, ты просто колбасишь и не обращаешь внимания на что. Сейчас, когда я прохожу этот магазин, я понимаю, какой был идиот просто. Согласиться месяц прожить в витрине, в холодной, в ноябре, ну, назвался груздем, полезай в бочку. Я недавно брал интервью Сергея Доли, это там, фотоблогер. Он в Антарктиде какое-то время провел, и он рассказывал о тягостях существования в лагере, в частности, походах в туалет. Как у вас эти бытовые вопросы были там решены? У меня был общественный туалет, куда ходили все сотрудники, все гости, магазины, там было порядка двух тысяч человек в день. Вот у меня был тот же туалет, что у них. Там была какая-то левая душевая со стенкой сразу же во двор. Там в ней было плюс пять. В этой душевой я вначале доставил тепловую пушку, она за полчаса нагревала душевую, потом забирал тепловую пушку, быстро мылся. Вот таким, получается, лейки не было, шланг такой был для промывки овощей. Вот такого. Быстренько как-то себя там обмывал, вытирался и выбегал. Сушил полотенечко в шкафу. Только бомжи завидовали. Бомжи, да, бомжи мыли, мои друзья, они спали рядом, только с той стороны. С кем-то познакомились уже? С бомжами? Да. С ментами познакомился, да. С ментами? Да, конечно. Они к вам приходили? Они меня охраняли там на определенных вещах, потому что, ну, возможно, были нюансы, там какие-то массовые гуляния, еще что-то. Близ, у меня интернет был бесплатный, раздавался. Я был центром инноваций на Крещатике. То есть инновации начались оттуда? Да. Я у вас в Фейсбуке увидел один пост, он меня заинтересовал. История, которую вы написали. Мне было 12 лет, я мыл машины вместе со своим партнером Сергеем по кличке Толстый. У нас были руки, ноги, чистые тряпки, полотенца-затирачки и средства для стекол секунда. Мы были сказочно богаты и успевали все. Он начинал, я продолжал и делал красиво. Ну и касса была на мне. Один раз мне дали доллар, и я реинвестировал его в переезд в Киев. Мне вот интересно, как сложилась судьба Сергея Толстого. Мне тоже интересно, я его с тех пор не видел. Это был ваш первый бизнес-партнер, по сути? Походу, это был бизнес-партнер, мы еще с ним поспорили. Кстати, я не помню, на что мы поспорили. Была песня «Ariam Losing My Religion». Очень красивый клип. Он назывался «Та-ра-ра-ра-рам» и там падала ваза. И вот мы с ним поспорили, то ли тара-ра-ра-рам падает ваза, то ли падает ваза и тара-ра-рам. Я помню, о чем, я не помню, на что. Парень старше меня, по-моему, на пару классов. Хорош такой, крепенький, но толстенький такой был, да. Не знаю, честно. Привет, Сережа. Если что. Как доллар смог помочь вам перебраться в Киев? Юмор, ирония. Но доллар на тот момент, в 93-м году, при средней зарплате, даже, не знаю, 2 доллара, наверное, или 3 в месяц, это были сумасшедшие деньги. Реально человек приехал на каком-то Мерседесе с австрийского направления, ему помыл окно, открыл, сдал доллар, я был в шоке просто. Ну, это просто, когда я закончил школу, было понятно, что во Львове делать нечего, мне предложили учиться в Варшаве, папа. Прилучиться в Варшаве в спортивной академии на врача-реабилитолога. И я подумал, что это интересная тема, мне пришлось за 2 месяца выучить польский для того, чтобы сдать экзамен в Варшавской академии. У меня все это произошло, когда все дети бухали, отдыхали и всячески наслаждались выпускными вечерами, я по 12 часов в день учил польский. Я его сдал, поступил, 2 месяца проучился, а потом мне сказали, Максим, извините, бесплатная пора мы закончились, переходите на платную. Платная стоила 5 тысяч долларов в год. Это были слишком большие деньги для нашей семьи, неподъемные, естественно. Я в тот же день собрался, уехал, переехал в Киев, поступил. На тот момент молодой, международный суд лингвистики и права, но дальше вы знаете. Топ-3 стартапа в Украине, по вашему субъективному мнению, не обязательно резиденты Юнит-Сити. Приплай. Приплай – это ребята, которые занимаются поиском, подбором репетиторов к всему миру. Джубал – это крупнейший агрегатор профессии, второй в мире. И вот у нас есть Кардиома. Очень хорошие ребята, которые делают датчик по измерению сердечной активности, контролю жизнедеятельности и так далее. Очень интересные ребята. Это все резиденты? Джубал не смог или мы не смогли. Приплай боремся, Кардиома наш. А с кем вы боретесь там? У них специфические условия определенные. Нам нужно теперь понять, где найти недостающих там, образно, полмиллиона долларов, чтобы их посадить. Мы трех назвали? Назвали. А предпринимателем? Мне нравится Чернышев, мне нравится Карагоцкий, мне нравится Хмельницкий. Объективно. Неожиданно. А я никогда бы не подумал, когда ты не пообщаешься с ним. Просто, да, для наших зрителей Василий Хмельницкий является собственником, инвестором, скажем так. Это предприниматель до мозга костей. Я, честно, говорю, не потому, что вы мой партнер и так далее, объективный красавец. Вы с ним часто общаетесь? Да, раз в неделю где-то. То есть, когда вы будете выходить из юнита, сколько вы пациентов получите? У меня доля во всем, в каждом квадратном метре. Серьезно? Да. Это прям щупальца в каждом офисе, да? Да. Спасибо вам, спасибо всем. Каждый из них принесет свой доллар. Вернемся к теме телевидения. Вы спустя несколько лет после Камеди Глоб Украина запустили вместе с Кузьмой Скрябином проект шоу Безназовый. По сути, это была копия прожектора Парис Хилтон. Это была такая, это были мокрыми трусами по лицу Парис Хилтон. Это специально было, да? Да, потому что это было вообще анти-Парис Хилтон, анти-гламур. Ну, и к тому времени вы понимали, что уже полмиллиона не получите и запустили это шоу что есть потребность на таким актуальным иронически-политическом шоу, которое бы снималось практически лайф. Это было реально практически лайф. Мы выпускали раз в неделю по одному шоу, делали монтаж самостоятельно, все очень четко, красиво, оно стоило дорого. И мы сделали, по-моему, 15 выпусков, потом нас попросили не выходить. А бабки вообще это единственная причина, почему украинский юмор такой, какой он есть. Я, может, там, субъективное мнение, но я скажу плохой. И даже в случае с известными монополистами. Смотрите, спрос рождает предложение. Квартал делает тот юмор, на который есть спрос. То есть они могут лучше, по вашему мнению? Да, конечно. Они могут разный юмор делать, абсолютно. Но вот есть спрос на такое, они делают такое. Я почему не считаю, что он плохой юмор? Ну, нормальный, там есть какие-то интересные вещи. Другое дело, что люди не меняются, конструкция не меняется, логика не меняется, ничего не меняется. Это раздражает. Ну, потому что надо всегда делать обновление какое-то интересное. Но, опять же, это мое субъективное мнение. То есть тут можно делать хороший продукт. То есть я, например, Щур делает сейчас очень интересный контент. Там очень интересный репризный ряд, но он довольно сложный. Он нишевый, конечно. Да, я не делюсь, что у него невысокие рейтинги, специфические истории. А вообще, что-то смотрите на ютюбе? Ну, вот мне нравится Щур, я смотрю бамперы, мне интересно, как продукт, к которому я имел отношение. На кого вы подписаны на ютюбе? На ютюбе вообще никого. В фейсбуке вот Щур. Мы с ним общались пару раз, мы обсуждали какие-то... Вы не смотрите ютюб? Нет. А телевизор? Телевизор я смотрю, но по нему я смотрю не телевизионные программы. Больше как устройство для передачи контента, но там контент разный. Я слышал смешное выражение, что телек не смотрю, это все равно, что сказать, я бросил пить, теперь я на героине. Это по поводу фейсбука и остальной херни, которая есть. Многие современные предприниматели сейчас бегают, ставят цели на год, читают минимум одну книжку в месяц, вкладывают, инвестируют в криптовалюту. Лечебные клизмы. Да. Что-то из этого списка не про вас? Я профессионально плаваю с 2007 года. Я себе сам себе это все построил. То, что сейчас модно и называется Левлавом, персональные тренировки, достижение цели. Я подумал, что если мне будет интересно заниматься спортом, только в такой конструкции. Оказалось, я прав. Только в такой конструкции мне было интересно. С 2007 года я плаваю со своим тренером. Я не съем в курсе этого Левлава. Есть такое популярное движение молодежное Левлав, где ты приходишь, не умеешь плавать, не умеешь бегать, не умеешь ничего. Тебе за два месяца с помощью персональных тренировок и правильного общения и комьюнити тебе заставляют это делать. И ты можешь проплыть свой первый километр, пробежать своих первых пять километров, тебя подготовят к полумарафону, к триатлону и тому подобное. Очень интересная конструкция. А что насчет книг? Книжки я слушаю, читаю, но мне больше нравятся художественные. Мне не нравится. Бизнес-литература нет? Но вы же управленец. При чем здесь бизнес-литература? Почитайте художественные книги. Там такие конструкции, вы что? По управлению, по общению с людьми, по эмоциональному интеллекту. Нам как-то в институте преподаватель по бухгалтерскому делу попросил на Новый год прочитать Ильфа и Петрова и выписать оттуда все бухгалтерские проводки? Я уверен, что там гораздо интереснее. А вы еще, насколько вы близки сейчас уже к написанию мемуаров? Вы угадали. Не мемуаров, а я бы такую фановую книгу про себя бы написал, да. Это уже как-то в процессе? Я, честно признаюсь, я первую встречу провел с лид-редактором, назовем это так. А как сейчас это происходит? Предприниматель, бизнесмен хочет написать книжку. Я не знаю, я бы надиктовывал, потом бы помогал редактировать, потом бы тогда вкручивал репризы интересные. Я был приятно удивлен, узнав, что в команде спичрайтеров у Обамы пять человек отвечали за юмор. Причем люди, которые писали Симпсонов, Саус Парк и тому подобное. И вот эти все знаменитые болты, которые у него есть, там падение микрофона, там еще что-то и так далее, это все прописано, продумано, и вы это запоминаете гораздо лучше, чем его гениальный текст. Три-пять реприз, которые там на весь текст раскинуты. Я считаю, что нужно так поступать. Мы потерялись замечательного комика, да? Ну, он красавец просто, в целом он красавец. А, кстати, думали о переезде куда-то? Вообще не интересно. Ну, вот та же Силиконовая долина. Вообще не. Кто я там такой? Зачем я там нужен? Ну, уже есть какой-то результат здесь, скажите. Да, я красавец тут. Там, чтобы не стать таким красавцем, скорее всего, невозможно. Во-вторых, минимум 15 лет. То есть вы за комфорт, да, такой? Нет, я за эффективность. Я максимально эффективен в той стране, где я максимально эффективен. У меня был бизнес в Германии, я там мог получить вид на жительство, я там платил налоги 8 лет. Неинтересно. Там неинтересно находиться, я не знаю, чем там себя занять. То есть я понимаю, что я буду там, скорее всего, успешен, но дальше мне неинтересно. Я не буду настолько успешен, как буду тут, в родной стороне. Рычаг моего времени инвестирования тут гораздо круче, чем там. У нас здесь все непрогнозируемое, да? Да, я знаю. Надо сделать так, чтобы было прогнозируемо. Вы уже задумываете о политике? Вот я никогда не задумывался про Юнит-Сити, я никогда не задумывался про ВДНГ, я не задумывался про частичку сердца. Особенно тогда, в 2006, да? Ну да. Сбитой. Я вам больше скажу, я про камни-клап не задумывался. Тем более выходить на сцену с иракезом там и так далее. Мне не так сделать, вот так, все в плане стать резидентом, главным, похуй в социальной звезд, не очень смешно. Камон. Так просто правильная конструкция выстраивается, надо идти и делать, значит. Я пообщался перед интервью со своим другом, он профессиональный физиогномист и применяет свои знания в бизнесе, в первую очередь. То есть не в жизни там хороший человек или плохой, а он оценивает человека как бизнес-партнера. Такой блиц будет небольшой и на основе ваших ответов я узнаю, хороший мой друг-физиогномист или он... Или человек нормальный или какая-то. Ну и соответственно. Если вот у вас есть какая-то проблема, вы сами ее решите или пойдете за советом сначала кому-то? Зависит от проблемы. В большинстве случаев? Сам. Окей. Вы больше менеджер или творец? Креатив, искусство или там деньги, финансы, управление? Управление в искусстве. Искусство является управлением. В процентном соотношении? Я отношусь к управлению как к искусству. Я не шучу сейчас, я честно вам говорю. Все-таки это физиологически разные полушария. Поясню. У меня часто спрашивают, как у меня даются делать проекты. Я недавно прочитал, как же это называется... А, Стивен Кинг. Он спрашивает, как писать? Он говорит, мне 69 лет, я не знаю, как я пишу. Но мне это так же колышет, как то, что, например, я часто пью и у меня печень это все перерабатывает. Я не знаю, как она это перерабатывает тоже. Мне не интересно. То же самое тут. Меня спрашивают, как я делаю проекты? Я не знаю, как это получается. Поэтому, наверное, это 50 лет. Но вы чувствуете себя творческим человеком? Да. Я чувствую себя творческим человеком. Я могу творчески подойти к решению управленческих задач. Управленческие задачи это всегда ограничение по времени и по ресурсам. Кто лучше сочетает это все, тот и красавчик. Являюсь ли я очень крутым автором или управленцем, я больше управленец. Но я могу написать и проконтролировать авторов. Я знаю, как это делать. Вы стратег или тактик? Стратег. Ну и последний вопрос. Пока Дима три из четырех угадал, вы можете назвать свои достижения? У меня получается лепить из гомнопули всегда. Для всех проектов, которые вы посмотрите, это когда нет ничего, на выходе это что-то такое «О, и я хочу». Субтитры подогнал «Симон»